Друзья, я очень рад вас всех видеть. Добро пожаловать на гараж. Это тот самый The Garage. Пока Игорь Шайфот в перелетах, я постараюсь сегодня качественно выполнить роль модератора. Значит, я хочу представить вам нашего сегодняшнего гостя. Это ангел с фокусом на Social Impact, управляющий директор Digital Horizon, Влад Трапко. Ура, привет. Добрый день. Привет. Спасибо, что ты к нам пришел. Значит, у нас также сегодня присутствуют чудесные наши партнеры, коллеги, инвесторы. Начну тоже с правой стороны от себя. Владимир Гидерим, Дмитрий Тамчук, Константин Коган. И Илья Лагутин. Всем привет. Значит, присоединиться чуть позже к нам Оле Свердюкова. Я очень надеюсь на это. Так что давайте начнем сегодняшний стрим с той темы, которую мы обозначили. Это секреты построения венчурного портфеля. Как построить портфель юникорнов. И я предлагаю дать слово нашему гостю, чтобы он рассказал немножечко вообще про себя. А дальше мы перейдем к тем вопросам, которые у нас есть, которые подготовлены. Их очень много. Думаю, что все должно получиться очень-очень здорово. Влад, тогда слово тебе. Спасибо, что позвали на ваш стрим. Давайте в двух словах расскажу про себя и наш фонд. Я управляющий директор фонда Digital Horizont. Это международный фонд с офисами в Лондоне, Тель-Авиве и Москве. Мы фокусируемся на ранних инвестициях в FinTech и B2B Soft. За полтора года мы сделали, с момента создания фонда, мы сделали 12 инвестиций в Европе и в Израиле. Сам я начал инвестировать больше 10 лет назад в хай-тек. Больше 30 сделок сделал, 6 выходов. Два из этих выходов – это юникорны. И, знаете, продолжаю искать хорошие, большие компании с очень сильной командой паундер. А где ты их ищешь? Расскажи. Я просто помню, что ты работал еще в русском фонде большом, да? Да. И я так понимаю, что у тебя корни какие-то от hardware, ты ушел уже в софт. Вот немножечко можешь про историю рассказать, как это все происходило? Смотрите, после кризиса 2008 года я присоединился в конце 2009 в Роснадо. И следующие 8 лет работал там, как раз фокусируясь на компаниях из Штатов и Европы. С одной стороны, мы занимались трансфером технологий в Россию, и с другой стороны, мы пытались, и это довольно успешно получилось, заработать российскому государству, который якорный LP, Роснадо, хорошие возвратные инвестиции. И в нескольких инвестициях, в которых я участвовал, это удалось. Так как Роснадо в тот момент, это был фонд, который фокусировался на growth stage, когда с чеком 20-40 миллионов долларов, мне тоже было интересно начать инвестировать не только в чужие деньги, но и в свои. И спустя несколько лет после работы в Роснадо я начал инвестировать как ангел. И начал инвестировать как в России, так и в США. Моя на данный момент самая успешная сделка – это все-таки hardware. Это компания, она называется ZipLine. Сейчас компания оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Они занимаются доставкой крови дронами. И буквально пару дней назад они объявили, что по их планам через три года они смогут покрыть сеткой дистрибуционных центров 85% населения США и доставлять медикаменты, кровь людям в США. А начали они вообще, в принципе, компания, несмотря на то, что она изначально была создана в Силиконовой долине, первую свою выручку она начала зарабатывать в Руанде и в Гане. Слушай, а вот есть такая вот расхожая фраза, то что 80-90% всего портфеля – это компании, которые не доходят даже до раунда А, а в принципе закрываются, банкротятся и так далее. Ты можешь рассказать про свой портфель? У тебя такая же статистика или ты как-то по-другому на все это смотришь? Давай про это поговорим немножечко. Ну, смотрите, в целом, если мы говорим про вероятность инвестиций в Unicorn, мы некоторое время назад обсуждали, она меньше полупроцента проинвестировать в компанию, которая станет обладать стоимостью больше одного миллиарда долларов. В среднем компания Seed Study переходит в Раунд А где-то там с вероятностью 30-40%. У моих компаний, в которые мы проинвестировали, на данный момент фактически все, как это сказать, результаты превосходят средние по переходу из Сида в Раунд А. Ну, и я надеюсь, что так и останется в дальнейшем. Собственно, большая часть рынка считает, что лучшие компании, точнее, лучшие фонды, они генерируют большую часть ауткамов и большую часть доходности для себя. Мы, как фонд, надеемся, что мы тоже будем как раз первым действием фондом. Соответственно, с точки зрения вообще портфеля, одна из самых важных вещей, на которые мы смотрим, мы диверсицируем ее как по стадиям, так и географически, и индустриально. За счет этого мы независимы от больших кризисов, таких, например, сейчас в тревеле. То есть если бы мы как фонд фокусировались только на тревеле, у нас был бы сейчас, скорее всего, очень убыточный портфель. Так как у нас подход диверсицированный, то мы независимы от одной конкретной экономики и ее падения или роста в какой-то конкретной стране Европы или США. И с одной стороны. С другой стороны, за счет диверсификации мы получаем наилучший ауткам. В среднем фонды инвестируют 25-30 тикетов от одного фонда. И мы говорим про фонды стадии C, round A. Если мы говорим про ангелов, то, как это, наверное, и суперангелов, то что называется. Наилучший ауткам, конечно же, происходит, когда ангел инвестирует больше 50-70-100 чеков от себя. Тогда вероятность попадения в самые большие компании, она у этих людей выше. И в этом случае, соответственно, эти ангелы могут доинвестировать в самые лучшие свои компании и увеличивать свой экспозицию на них. Но это же нереально вообще. Какой капитал должен быть для того, чтобы проинвестировать ангелов в 100 компаний? Ну, то есть, там, 20 тысяч долларов минимум чек в одну компанию, то уже минимум получает сколько? Два миллиона долларов. Ну, как бы, ну да, но не все же обладают два миллиона. У нас, я думаю, что те люди, которые нас смотрят, скорее всего, ну, то есть, они намного, намного меньше обладают капиталом. И поэтому вот как в данном случае поступать? То есть, если, например, у тебя есть, ну, предположим, там 100 тысяч, то есть, какая формула, каким образом сделать портфель так, чтобы на 100 тысяч ты мог тоже себя как-то застраховать? Потому что, приинвестировав в одну сделку, вряд ли ты, как бы, ну, у тебя есть шансы вообще. Абсолютно согласен. То есть, смотри, на мой взгляд, подход, имея капитал в 100 тысяч долларов, это, конечно же, гораздо эффективнее разложить по 10 сделкам по 10 тысяч долларов каждый, войдя в несколько, сразу в несколько синдикатов с разными партнерами. Ну, и, в принципе, опять-таки, здесь уже стоит, как бы, фокусироваться на синдикатах. Если, если капитал больше, то есть, всегда, всегда нужно понимать, для кого, у каждого человека своя собственная ситуация. Значит, если человек обладает, там, значительным капиталом и собирает стать суперангелом, кто из, там, там, больше двух миллионов, это одна ситуация, тогда он действительно может, там, по 10 тысяч долларов разложить в 100 тысяч компаний. Если же он не хочет заниматься этим активно, но хочет, как это, быть причастным к этой системе, то мы советуем инвестировать в венчурные фонды и уже часть капитала инвестировать вместе с венчурными фондами. То есть, возможность коинвеста некоторые фонды дают, некоторые венчурные фонды. Соответственно, если, если ваш чек, вот, возвращаясь к твоему вопросу, Сергей, ваш чек, там, 100 тысяч долларов, тогда, скорее всего, нужно идти и знакомиться с синдикатами ангелов. Мой подход, вообще, как ангела, что нужно максимально широко и с большим количеством людей обсуждать любые чеки. И самый главный вопрос – это находить тех людей, у которых есть экспертиза в той конкретной вертикали, на которую вы смотрите. При этом, если мы говорим про первые сделки, то, конечно же, лучше начинать с того сектора, в котором вы лучше всего разбираетесь. И там, я почти уверен, что нас смотрят много там бывших девелоперов или бывших металлургов, условно, или людей из области машиностроения. Хорошо, не весторуба в горе. Тоже может быть. То есть, вот, лучше начинать именно со своей индустрии и уже потом постепенно окунаться в другие индустрии, открывая для себя все новые и новые вертикали. Те, ну, люди, которые работают в IT, они, конечно же, им комфортнее и быстрее всего они поймут стартапы в области IT, понятное дело. И они видят чаще всего проблемы, которые решают эти стартапы и даже готовы стать их клиентами и помочь им продавать. Одна из вещей, кстати, которая тоже очень важна, ну, то есть, в любом, когда у тебя неважно какой капитал, это лучшей компании, лучшим компаниям нужно продавать себя, а не свои деньги. То есть, если у вас слишком легко берут деньги, значит, скорее всего, эти люди берут деньги у всех или они слишком хотят этих денег. В принципе, то есть, они не получают, не имеют доступа просто к деньгам, к другим. Влад, а можно я тоже... Вопрос, это как бы продолжение Сергея. Вы говорите, что ваш подход хорошо диверсифицировать, но это, я просто представляю, какой штат специалистов, которые могут оценить, изучить и принять решение. Наверное, все-таки какая-то есть у вас какие-то сегменты какие-то, где приоритеты в каких-то направлениях инвестиций. Да, ну, как я сказал, у нас фокус у фонда это финтех и B2B софт. B2B софт и, в принципе, и финтех, каждый из них, это 30-40 вертикалей каждый. Мы, естественно, не можем самостоятельно оценить каждую из них. Но я рассматриваю любой венчурный фонд как большой маркетплейс. Причем он трехсторонний примерно. С одной стороны, есть инвесторы, которые в этот фонд вкладываются. С другой стороны, есть большой пул экспертов, который у нас есть в разных вертикалях, будь то финтех, иншуртех, там, проперти тех, или там тулзы для девелоперов игровых приложений. Это вот пул экспертов, которые мы держим, с которыми мы дружим, с которыми мы соинвестируем. И третья часть, это, собственно, сами компании, которым мы отдаем деньги и в которые мы инвестируем. Вот три, наверное, части этого маркетплейса, в которых мы живем. Влад, ну а что делать ангел, ангельским инвесторам? То, что ты же фонд, да? И у фонда, как вот Дима сказал, есть штат и финансовый капс, потому что вы, в конце концов, менеджмент фи получаете от LP. Если у вас 50 миллионов фонд, то 2% каждый год, ну это как минимум несколько миллионов долларов вы можете содержать. А что делать, например, вот как Сергей сказал, индивидуальному инвестору, ну с капиталом, который он может аллокировать на стартапы, ну условно говоря, 100 тысяч долларов. Ну давайте возьмем 200 тысяч долларов. Вот что, какая стратегия приходит на ум? Ну, в любом случае, надо идти к и знакомиться с синдикатами. Я всем советую искать синдикаты и общаться с акселераторами вне России. Это могут быть европейские, американские акселераторы или синдикаты. То есть есть известная площадка, это AngelList, где можно находить синдикаты под свои нужды. и свою страсть. Можно напрямую идти в какие-то компании, знакомиться с фаундерами. Вот я в свое венчурное путешествие начал с колд-коллинга и написания сотен имейлов в американские венчурные фонды и американские компании. У меня это, в принципе, такой процесс стандартных продаж, когда есть некий success rate ответов. Соответственно, человек с капиталом 10-20, там 100-200 тысяч долларов, скорее всего, начнет соинвестировать с синдикатом, с AngelDeck, с Alta Club и так далее. Там, где довольно небольшой первый чек можно вкладывать, там 10-20 тысяч долларов. И потом постепенно человек будет развивать свою насмотренность, потому что одно из важнейших качеств инвестора, как мне кажется, это насмотренность. Нужно просто... То есть мы просматриваем в среднем где-то 100-150 делок в месяц, чтобы выбрать в лучшем случае одну, которую мы закроем. Это мы, я говорю, про месяц. Соответственно, Angel в среднем просматривают, как правило, в десятки раз меньше. Опять-таки, как правильно сказал Володя, у них нет capacity, и времени нет, и людей нет, чтобы этим заниматься. Если только это не суперангелы, которые могут, опять-таки, нанять себе людей, и у них есть большой капитал для инвестиций. Вот, друзья, я все-таки вернусь к вопросу. Вот у нас есть статистика, да? Я могу просто за себя сказать, а потом предлагаю немножко обсуждения какое-то провести. Вот есть там... Каждый год появляется 300 тысяч активных стартапов в мире, вот, и примерно 300 единорогов. То есть соотношение тысячи к одному. Вот. И для того, чтобы попасть в эту тысячу, то есть что нужно сделать, и как бы... Ну, то есть очевидно, что с остальными 299 тысячами, 997, образно говоря, значит, компаниями что-то происходит. Они, скорее всего, обанкрачиваются. Так вот, как вы думаете, что с ними происходит, и где правильная статистика, где действительно мы можем увидеть, сколько стартапов действительно качественных, и сколько их дорастает до каких-то приличных высот. давайте пообсуждаем. Володь, может быть, ты начнешь, у тебя какая-то там своя же была, свои расчеты. Володь, у нас есть. Тебя не слышно, у тебя выключено, да. Да, есть некая венчурная пресса, пресса, да, ну, там, всякие журналы, там, Venture Beat, там, TechCrunch и так далее. И я сейчас не могу вот прям из памяти сослаться на какую-то конкретную статью, но вот то, что приходит в память, это то, что действительно из вот самых-самых early stage, вот самых ранних стадий, то, что называется pre-seed стадий, да, из всех создаваемых компаний, как бы, на pre-seed, вот ты там привел, пример, 300 тысяч, там, ну, по количеству, да, доходит до вменяемых, так сказать, больших компаний, ну, сильно меньше одного процента, действительно. То есть, ты там назвал один из тысячи, но другая статистика говорит, ну, допустим, четыре там промилле, да, то есть, ну, четыре компаний из тысячи. Ну, что это говорит, что чисто статистически, да, если упрощенно сказать, чтобы попасть в компанию Unicorn, то есть, компания, которая может стоить миллиард долларов, вы должны сформировать, вообще-то, портфель не из ста компаний, а из тысячи компаний, да, но не так все плохо, потому что есть определенная, как бы, такая степенной закон венчуры, мы его называем Power Law of Venture Capital, да, который приблизительно говорит так, что из ста, ну, компаний условных, да, 30 процентов, наверное, с большой вероятностью пойдут ко дну, то есть, что такое банкротство стартапа, но это не то, что банкротство в классическом смысле, потому что там кредиторы судят кого-то, да нет, фаундеры собрались, продукт не взлетел, они разбежались по своим другим делам и как бы, и так далее, да, там, или что-то еще произошло, рынок, например, ну, есть, кстати, в CB Insights хорошая статья, которая рассматривает стартап failures, ну, причины там, ну, скажем так, ну, краха стартапов, есть другая треть, условно, да, это те, которые, может быть, ни шатка, ни валка будут как-то развиваться, но они никогда не станут большими компаниями, и, может быть, инвестор вернет свои деньги, ну, один X, максимум два X, да, это вот остальная треть, это 60, ну, условно, 5 процентов, там, 60-65 процентов, и вот оставшаяся треть, она, в свою очередь, тоже делится на некие вот множество, подмножество, да, наверное, из этого подмножества, ну, максимум 4-5 стартапов, это вырастет во что-то вменяемое, ну, то есть их стоимость вырастет, ну, например, в 10 раз, да, если так посмотреть, если вы, ну, условно вложите миллион долларов, вот 10 тысяч в 100 компаний, ну, для цели расчета я просто беру этот пример, да, если 5 компаний вырастут в 10 раз, то, значит, 50 тысяч умножить на 10, получится 500 тысяч, это, в принципе, не так уж и плохо, потому что 10 компаний, только 10 из 100 уже вернут половину всего портфеля, это в моем теоретическом примере, это может быть половина портфеля, может быть, чуть-чуть меньше, а может быть, если повезет, и там будет уникорн, то может быть и в 20 раз увеличится, да, ну, а вот оставшиеся 20 из 30, да, из моих условных 30, они могут вернуть, в общем-то, и 2, и 3, и 4, и 5, это вот приблизительно так, как работает Power Law и Venture Capital, это вот то, что я читал, да, но я не знаю, Влад, согласен, не согласен, вот, смотрите, во-первых, если мы говорим по, я полностью согласен с Power Law, но если мы говорим про повышение вероятности попадения стартапа, большинство тех, кто нас слушает, лучше пойти работать в Facebook или Google, и тогда просто через, через заламни этих двух прекрасных компаний, только, ну, там, Большой Пятерки и Netflix, вы сможете, скажем так, хорошее количество высококачественных стартапов найти. Буквально пару дней назад слушал Дэвида Крафта, Дэвида Сакса из Craft Ventures, это founder, founding CEO PayPal. Собственно, он до того, как создать Craft Ventures, проинвестировал примерно в 25 уникорнов. Почему? Потому что все его товарищи, которые с ним работали в PayPal, они создавали уникорнов. Это там, Кейт Рабуа, там, Молчу про Элона Маска, Рэйд Хоффман, Рэйд Хоффман, Рэйд Хоффман, Элит Хоффман. Да, и куча других. Это еще до того, как он создал свой венчурный фонд. Но при этом, надо сказать, тоже интересный момент. Он тоже, один момент тоже упомянул. PayPal был продан 20 лет назад за 1 миллиард долларов. 20 лет назад. Сейчас PayPal стоит 400 миллиардов долларов. Не рано ли продали? То же самое он, кстати, сказал про Tesla. Tesla росла, 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 а в 10 раз она выросла за последний год. Плохая, хорошая компания, но так есть. Если возвращаться... Да. Еще у Константина есть интересная статистика. Я хочу просто дать слово. Обрезал, Влад. Закончить мысль уже, человек. Я тогда... В принципе, я закончил. Расскажи, тоже интересно услышать какую-то новую статистику. Я не думаю, на самом деле, что для вас она будет сильно новая. Это больше как раз я специально поискал для зрителей. Что интересно, что вообще сейчас, на сегодня, если посмотреть, мне просто в самом голове, для себя интересно, сколько... Какое количество, мы считаем, уникорнов на сегодня есть? То есть их около 300. На самом деле, это очень малое количество. И мы понимаем, да, то есть я на всякий случай напомню, что когда мы говорим про единорогов в компании, то те, которые за эвалюацию, у них там за миллиарь долларов, там, там, и выше. И проценты, что более интересно... Ну, понятно, что они сконцентрированы по большей части, там, да, в таких городах, как Сан-Франциско, Нью-Йорк, Лондон, там, да, сейчас в Китае, много... Каким? Каким, да. То есть, ну, то есть... Но другое, что мне было интересно посмотреть на статистику, это как раз какой... В процентном соотношении. Вот сколько сделок было, да, то есть именно, и как они падают. Вот тут статистика за 10 лет. Так вот, начиная с 2010 года, если посмотреть вот целый год на количество компаний, сколько было проинвестировано. Проинвестировано. Вот, допустим, в 2010-м по 1843 компании проинвестировано, и из них только 21 юникорн. То есть, так называемый conversion rate, то есть, вот, ну, переход в статус юникорна, там мы говорим, где-то 1,14. В 2011-м уже это было 2690 компаний, то есть, можно сказать, что количество инвестиций там на Angel, Seed Roundup, Series A увеличивается классно, но всего было только 16 юникорнов, то есть, conversion rate был еще меньше, то есть, она была 59 сотых и так далее. Там с 2012-го начинается всего 9 юникорнов, и потом было все в 14-м 6, и меньше, меньше, меньше. То есть, мы говорим, что на сегодня вообще вероятность, вот то, что говорили Володя и Влада, ну, вообще, вероятность того, что получится проинвестировать в юникорн, она измеряется в сотых, если не в тысячных процентах. Ну, если мы говорим уже совсем откровенно, да, на этот счет. Ну, промилля, ну, то есть, это промилля, то есть, это три тысячных, три промилля, четыре промилля. Ну, все так. Только смотрите, тоже важный момент. Для того, чтобы заработать деньги ангелу, необязательно, как это, инвестировать только в юникорнов. То есть, опять-таки, чтобы вернуть в два раза ваши инвестиции в 100 тысяч долларов, вам нужно заработать 200 тысяч долларов. Соответственно, одна из десяти инвестиций по 10 тысяч долларов должна вам дать 20 сексов, ну, только одна. Да, 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 абсолютно. Соответственно, совершенно необязательно, чтобы эта компания, которая дала 20 сексов, она бы стала юникорном. В большинстве случаев такая компания должна стоить несколько сотен миллионов долларов, ну, в некоторых случаях несколько десятков миллионов долларов. Все зависит от вашего, там, цены вашего входа. Вот тут вопрос, мне интересно было бы как раз, чтобы закончить мысль для этого, я согласен совершенно с Владом, что, ну, это классная история, всем хочется рассказать, как они проинвестировали в юникорнов. Я откровенно знаю несколько family office, которые специально взяли, ну, докупают локацию там, да, уже на поздних стадиях, просто чтобы потом себе где-то на сайте повесить, что а мы же вот проинвестировали там в пять юникорнов, да. Хотя на самом деле как раз самое ценное вот это вот стадия на ранних моментах, когда нужно применить огромное количество усилий, чтобы вообще там аналитики, чтобы понять, что это такой потенциал, а они его пропускают, потом расскажут, ну, мы же знали, конечно же. Вот здесь вопрос, наверное, скорее даже, и потом, я с удовольствием хотел бы послушать тоже других коллег. Какое количество, то есть вот, если вы делали какую-то вот, ну, для себя аналитику, да, какая вероятность, вот если мы берем ангелы и взять венчурный фонд вот такого у вас, где-то 50 миллионов, какое соотношение вот по вероятности, вообще чисто по цифрам, интересно узнать, если проводили, то по-настоящему. Я не совсем понял вопрос, то есть вероятность возврата или вероятность чего? Или вероятность попадания венчурный фонд? Вообще вероятность попадания хоть в одного или иного. Результативность, да, да, отличный вопрос. Влад, можно, можно я, коллеги, а можно я сделаю share screen? Вот, вот сейчас видно? Да, Видно. Да, вот смотрите, это статья, давайте я просто покажу заглавие, да, есть такой сет Левайн, значит, значит, VC Adventure, и вот статья, 14-й год. Venture outcomes are even more skewed than you think. Вот эти вот по одной трети, это вот то, что я буквально сказал пять минут назад, но вот пролистывая дальше, я нашел, в общем-то, очень показательную, очень показательный график. Значит, ну вот смотрите, это распределение венчурных доходностей, и мне кажется, она на Костин вопрос отвечает, она иллюстрирует то, что Влад говорил. Значит, вот что у нас получается из венчурных доходностей, и это ранние стадии, да, то есть, вот у нас 50 иксов возвращают 0,4 процента. Кость, ну вот как раз твои 4 промилле, да, хотя ты сказал, что у тебя там были и там меньше, да, даже еще меньше, да, ну вот смотрите, что такое 50 иксов? Ну вот если при money valuation стандартного, как бы, seed round, это 4 миллиона долларов, ну в США, скажем, да, ну возможно, все сейчас меня опровергнут, что если это Y-комбинатор, то это 10, ну так, если средняя температура, то 4-5 миллионов долларов, да, это когда MRR, там, не знаю, там 25 тысяч и так далее, то есть seed такая хорошая, престиц, seed study, значит, значит, 0,4 процента, это означает, что если 1 поделить на 0,4, мы получаем 250, то есть это получается, ну, 1 из 250, правильно? То есть 50 иксов вернет 1 из 250 стартапов, то есть, если вот брать такую статистику, то вообще вы должны проинвестировать, ну, 250 компаний, чтобы 1 вернул 50 иксов, это чистая статистика, ну а дальше смотрите, 1 процент возвращает от 200 до 50 иксов, 2 с половиной процента, ну, так сказать, и так далее, да, и вот смотрите, как вот этот power law работает, да, вот этот степенной закон, в общем-то, это и есть закон Парета, да, но это даже гораздо более резкое распределение, чем закон Парета, это не 2080, это фактически 1 на 90, ну, там, 10 на 90 и так далее, вот как он работает, поэтому основной челлендж ангела, ангельского инвестора, у которого нет финансовых, там, capacity создать там 100 миллионный фонд, 50 миллионный фонд, у которого нету LP в виде пенсионных фондов, фамилии офисов, да, ему нужно приинвестировать чеки в 20 тысяч, 25 тысяч, в какое-то вменяемое количество компаний, если говорить о директе, и это мы говорим просто об очень состоятельных людях, учитывая то, что, наверное, не все состояние ангел, не в свой нетверт, он будет инвестировать в стартап, а как Влад сказал, может быть, 10 процентов, то есть, если вы, ну, извините, 250 на 25, это мы уже получаем там, там 25 миллионов долларов, да, и если это 10 процентов, получается, что человек должен иметь 30 миллионов долларов в нетверт, но таких людей, даже в мире-то, наверное, только там немного, да, не говорим о российской аудитории, я думаю, меньше, намного меньше одного процента населения, да, сильно меньше, и, наверное, меньше одного процента смотрящих этот стрим, поэтому действительно идти в синдикацию и просто выбирать уже по синдикации, либо становиться LP в венчурном фонде, который примет тебя с чеком 100 тысяч долларов или, может быть, 250 тысяч долларов, вот приблизительно так, но вот из этого графика, я не знаю, коллеги, поделитесь, что вы думаете из этого графика, может быть, Влад или там все остальные, я просто на самом деле в утешении как бы бизнес-ангелом, просто как бы у нас, мне кажется, есть несколько мыслей, мысль А, мне кажется, нам было бы интересно в будущем кого-нибудь пригласить, кто против синдикации выступает, расскажешь, как он умный, без этих синдикаций зарабатывать, то у нас уже, мне кажется, четвертый выпуск одно и то же, что надо типа синдицироваться, хочется сделать какой-то спор вокруг этого, а во-вторых, я думаю, что если вернуться к графику, то можно подумать, как инвестор улучшит свои шансы, во-первых, как бы я просто здесь, вот US Venture, это по Venture фондам он построен, или это все инвестиции, условно, с кратчбейса, или это, которые Venture Funds именно сделала, Это Venture Source, я точно не знаю, какая как бы... В этой истории есть как бы еще разные фонды, разных стадий, разных целей, то есть, например, сейчас в разных штатах, например, в Арканзасе, где я летом был, там есть Venture Funds штат Арканзас, который инвестирует стартапы в Стать Арканзас, так получается, по разным географическим причинам, что там как бы нет сильных университетов, сильных клафтеров, и, если честно, большинство стартапов полная шляпа, этот фонд, он тратит все деньги, и как бы имеет, я думаю, там близко к нулю доходность, но может быть там из-за этого что-то там возрастет у них в Арканзасе. Также я думаю, что есть начинающие фонды, маленькие ангелы, которые дают друзьям по приколу деньги, что все ухудшает статистику. Если мы посмотрим на компании, которые делают инвестиции более умно в свою сферу, где они разбираются и так далее, то я думаю, что ситуация чуть-чуть лучше выглядит, чем здесь. Во-вторых, я хочу сказать, что мне кажется, сейчас, особенно в Америке, вот именно Y-комбинатор, пытаясь оправдать чеки своих больших стартапов, которые из него выпускаются, он проповедует эту идею, что это должен быть в конце уникорн, потому что хорошие стартапы из Y-комбинатора кто-то еще хотят, сейчас уже, наверное, стоит уже, мне кажется, к 20-ти там летит оценка. Вот, но и как бы естественно, если вы как бизнес-ангел инвестируете на демни Y-комбинатора по оценке в 20, то у вас единственный шанс вот что-то заработать, если он там до 100 до миллиарда, ну, часть из них сдохнет, часть растет. Но, как бы, если вы инвестируете в стартапы-то на других рынках, там, вы складываете в стартап в России, который вы хотите продать в Mail.ru, и вы знаете кого-то там в Mail.ru, понимаете, как бы рынок, индустрию, там, в образовании или в играх, вы можете иметь гораздо лучшее ретерн, потому что вы можете вложить по более низкой оценке раз, и B, как бы за счет своей профессиональной экспертизы, там, где вы разбираетесь, достичь лучшего результата. То есть, например, если вы работаете на рекламном рынке, хорошо вы понимаете, понимаете там компании, которые могут стартап купить и так далее, вы можете, честно, свои шансы заработать, повысить, чем если вы просто инвестируете из-за состава синдикатора в комбинатор или сам, потому что там, мне кажется, цена изначально очень перегрета, единственный шанс это сделать уникорн, а если вы инвестируете самостоятельно, то вы вполне будете рады, если стартап теперь инвестировали по цене в 5, кто-то купит за 50 и вы хорошо заработаете 10x. Илья, вот график подтверждает это, да, то есть, если 4 промилле это 50x, то вот, пожалуйста, можно же находиться вот в этих подмножествах. Да, отлично. Да, давайте я еще одну координату заброшу, тогда, может быть, сюда не хватает добавить стадии, то есть, но чем выше стадия, тем выравнивается эта кривая, или как? Давайте это обсудим. Не, не совсем, это немножко обратная, немножко другая история, тут просто чем выше стадия, тем меньше return, то есть, у тебя, когда на стадии B, C, return в 50x, уже довольно редкая история, но при этом... Бывает, то есть, я вот теперь на поздней стадии купил акции Tesla по 200, продал за 1000, когда они уже были паблик, это как бы, так тоже бывает, к дуракам ведет. Купил за 200, продал за 1000, это 5x, а не 50, или мне показалось? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, часть, те, которые чуть пораньше, они ориентируются на средний return в 10x от каждой компании, но у них и умираемость компании гораздо ниже, то есть, за счет того, что умираемость компании ниже, у них вот, вот они сдвигаются, получается, в 1,5x, большая часть их портфеля сдвигается, там, лучшие дают там 10-20x, именно эти 10x, те, которые дают 10-20x, они возвращают фонд в late stage. Здесь просто, действительно, нужно не путать фонды ранних стадий и фонды поздних стадий, абсолютно. На том же Uber или даже на том же бедном несчастном WeWork часть инвесторов прекрасно заработала на разных стадий. Часть потеряли, самые поздние инвесторы, самые последние при ПОшной, все потеряли, ну, или там, или значительные части потеряли. Можно я добавлю? Тут как раз, вот, как бы, чтобы продолжить посыл Ильи, очень классно, немножечко из своего опыта, как нельзя делать, да, как вот, как, хорошо, что есть сейчас гараж, и многим нынешним и будущим инвесторам можно посмотреть, изучить, как правильно делать и как не сделать ошибки. Ну, когда мы начали, приняли решение инвестировать в IT-сферу, заниматься венчурным бизнесом, мы приняли решение, что сделаем большой, широкий, диверсифицированный портфель и как нормальный бизнес будет работать, будет зарабатывать, поскольку мы вышли из реального бизнеса, из реального сектора, мы начали строить нашу компанию по тому же принципу. и вместо того, чтобы инвестировать хотя бы по 10 тысяч долларов в 100 компаний, мы начали выбирать компании и уходить глубоко в менеджмент этой компании. Вместо того, чтобы искать следующий стартап, мы думали, ну, сейчас мы еще досыпем сюда денег, и он точно взлетит, полностью взявший управление в свои руки. мы же все знаем и умеем. Мы умеем управлять бизнесом, мы сейчас поступим. И таким образом мы сжигали деньги, и сейчас вот Илья говорит, пригласим, может, у кого-то успешно без синдикатов прошли, и сейчас есть стадия. Мы сейчас думаем, нет, вот лучше вот эту ответственность разделить со специалистами, или даже если неудача, она не так будет больно, не так печально, если это произошло вот с кем-то авторитетным, понимающим, и вроде как становится нормально. И вот эти X там 5, это даже вот сейчас это просто какой-то ну, просто такой офигенный такой бонус, потому что буквально на днях один из наших проектов мы вели-вели, и приехал представитель инвестора именно профильного, который хотел бы имплементировать этот проект, этот продукт в свой бизнес, и он говорит, вы расстанетесь с этим продуктом, если мы просто купим X4 будет у вас, и мы вам просто полностью отдаете нам продукт, и выходите из бизнеса, я говорю, да, конечно, это супер, забирайте, покупайте этот продукт, и вот он уехал вести переговоры дальше. Да, потом он перепродал этот компанию еще кому-то, еще и заработал на этом нет, мы уже понимаем, сколько заработает тот профильный, у него он просто добавит один из инструментов еще к самому бизнесу, мы понимаем его монетизацию, но мы не будем считать их деньги, нам бы со своими разобраться, понятное дело, что мы уже там видим, насколько это ух, выгодное предложение, если они это поймут, мы уже посчитали условно немножечко чужие деньги, но не нужно нам чужих денег, нам бы со своими. Да, ну давайте так, большинство ангелов с опытом, которые из реального сектора экономики, они все в большинстве своем начинают как раз именно с этой же стратегии. Мы построим сами, мы сами сожмем кучу денег, да, 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 то есть тут те люди, которые из IT-сектора, они могут построить, ну в большинстве случаев, но и опять-таки это тоже не надо забывать, что опять-таки Power Law и для таких проектов тоже работает, то есть даже если вы контролируете, это не значит, что вы не потеряете деньги, то есть вероятность того, что вы заработаете 20-30-50 иксов, не очень высокая сразу же, и это особенность просто раннего бизнеса, такой, early stage. Не, ну здесь вот, как-то стереть про venture building, возможно, нам стоит в одну из следующих передач пригласить ребят из Эмбрии или из бывшей компании Haxus, вот на Кипре и Юры Гурскому, где есть слой и другие активы, потому что они на практике доказывают, что работает и подход а-ля Дмитрий, и в плюс, что они могут делать такой venture building, системно зарабатывать прибыль на этом. А я вот хотел Владу задать такой вопрос, которые брали бы русские госденьги и на этом заработать. Мне прям кажется чудом каким-то, когда вы начали рассказывать о том. Сейчас в Америке, мне кажется, все боя как от огня бегут от такого. Смотри, давай сначала первая часть. У нас рядом с venture building есть venture building, который как раз создает компанию и у нас есть отдельные команды, которые этим занимаются. Можем попросить и сединиться и расскажем как они зарабатывают деньги. Там тоже есть несколько моделей. Мы видим похожие venture building в Испании, в Англии, в Америке и так далее. Можно отдельно рассказать. Но опять-таки тут важно, что команда с индустриальной спецификой. Тот же Дима Гурский у него прекрасно понимает B2C-приложения и он их и делает. Человек, который строил металлургические заводы, ему сложно будет делать приложение для игр. Да, металлургическому заводу не надо. Это я согласен в тот вопрос. Вот. Соответственно, возвращаясь к второму твоему вопросу, как мы находили сделки. Давай так. В тот момент не было, это было до 2014 года и до всех событий. Это первый момент. Второй момент. Мы пришли в кризис, когда в тот момент, когда мы вышли на американский рынок, был кризис в Америке, никто не давал клинтековским стартапам или хардверным стартапам денег. Там был момент. Поэтому люди были готовы взять деньги у русских инвесторов, ну и мы в тот момент помогали им довольно сильно. Вот. и тут вечный был вопрос, какое количество стринг-затач ты можешь привести вместе со своими деньгами. Мы пытались их минимизировать, не во все никогда. Не могу сказать, что это было просто, и у нас много компаний, и отвалилось именно из-за того, что мы когда им рассказывали, что им нужно будет что-то построить в России, это значительная часть. Но если посмотреть на портфель основных инвестиций, которые сделаны в Штатах, там довольно приличная доходность в целом. Круто. Я хотел задать Владу вопрос, если Сергей позволит, как раз тема того, что в чате пишем. А вот ты сказал, что ключевая в работе была просмотренность, что вы смотрите 100 с командой проектов и дает деньги одному. А расскажи вас, какие вы видите red flags, почему вы 99 отказываете и на что надо начинающему инвестору посмотреть. Шикарный вопрос. Смотри, red flags их миллион, то есть самый первый red flag, который мы видим, это если нам не дают презентацию без Индии. То есть если человек нам говорит... Что-что? Да какие-то сумасшедшие. Такие существуют. там реально есть такие люди, которые говорят, мы там только расскажем, только в секретном месте и без компьютера, может быть, в бумаге передадим презентацию. Такие бывали. А еще NDA подпишите. И NDA заставят подписаться. Да, 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 вот. Это сразу нет. Опять-таки для нас, ну, то есть мы пишем у себя на сайте и довольно везде рассказываем наш фокус, поэтому если к нам приходят приложения для сброса веса, то мы это не смотрим, потому что B2C приложение просто не для нас. если эта история, то есть люди должны понимать, как это, хотя бы какой-то бэкграунд-чек делать нас, да, и смотреть во что мы инвестируем и куда мы инвестируем. Если они этого не делают, то это тоже один из редфлайлов. И, соответственно, как я сказал, мы венчурный фонд, который инвестируем в FinTech и B2B Soft. То есть это все, что связано с B2C, это, скорее всего, не для нас. Соответственно, мы смотрим на фаундеров и как ведут себя фаундеры, какая у них химия между собой во время презентации. То есть видел тоже неоднократно, когда не было понятно, кто из людей СИО. Вот, и буквально вчера в Твиттере видел интервью Джерри Тана, который рассказывал, как они пришли к Эндельфин Хоровиц поднимать деньги. Было два кофаундера. И, по-моему, Хоровиц их спросил, а кто из вас СИО? Они оба сказали мы. После этого они сами поняли, что, пардон, но они просто еще не были готовы к тому, чтобы уйти и поднимать деньги. они не распределили роли. Для нас важной историей является трекшн компанией, то есть, сколько они заработали, потому что мы не инвестируем в не литовые продукты, мы инвестируем в времени дженерейтинг бизнес. Это должна быть компания 40-50 тысяч долларов. Для нас важно, и мы в последнее время столкнулись с тем, что очень много компаний с интересными продуктами, но на узких рынках. Мы смотрим на компании с рынками размером больше 500 миллионов долларов. Если это какой-то финтех, который обеспечивает 20 человек ипотекой, то вряд ли это будет даже не Unicorn, но какой-то реальный возврат мы вряд ли сможем получить. Ну и в принципе, на что основные факторы? Получали люди институциональные деньги, не получали. Это тоже red flag. Если мы не видим только ангелов или только синдикаты и стадия такого раунда B, то это red flag. Например, если мы несколько раз тоже видели, когда компания финансируется с family офисами только, тоже для меня не очень хороший знак. Редко, когда family офисы имеют экспертизу, если только у них нет индустриальной экспертизы. Опять-таки, человек создал авиакомпанию и делает стартап в области, связанной с авиакомпаниями. Тогда есть понятная история. Я предлагаю на самом деле тоже наверняка у VC и у Ангела немножечко разные тоже red flag происходят. Я, например, всегда смотрю на то, что соотношение долей инвестора и основателя. Для меня это тоже очень важно. До раунда A желательно, 15% для меня это максимум, то, что должно быть у инвестора. А? У основателя. Разумеется. Это огромная ошибка российских фаундеров и российских инвесторов, которые не понимают венчурные экосистемы, когда на сиде инвестор забирает 40%, и это же о чем говорит, что фаундеры не понимают, сколько денег надо привлечь. Они говорят, давайте привлечем как можно больше. Но извините, объем привлеченных денег поделить на стоимость, то есть поделить на процент, который вы отдаете инвестору, процент доли участия, да, дает вам при money valuation. То есть, условно говоря, если вы хотите привлечь 1 миллион долларов и хотите отдать инвестору 20%, что это означает? Миллион делим на 20%, получаем 5 миллионов, но это уже пост money valuation. Это означает, что 4 миллиона было при money valuation. Вот. И against this background получается так, что если вы берете 2 миллиона при money valuation 4 миллиона, то получается, что вы отдаете уже 40%, к инвестору, да? Ну или там. Володь, я полностью с тобой, я тебе даже больше скажу, что... Да, это и наша ошибка была. Что, в принципе, вот первое, на каждом раунде размытие должно быть 20-25% от текущего каптейбла. И это, как правило, это включает в себя дополнительный ESOP для мотивации сотрудников. это первый момент. С точки зрения большой доли, тоже надо понимать, что если фаундер понимает, сколько он хочет заработать в своей жизни, то он обратным счетом может посчитать свою долю, которую он получит через 5-6 раундов. И посчитать, какой таргет стоимости компании он должен, за сколько он должен продать, стать состоятельным человеком. Если его цель стать состоятельным человеком по итогам продажи компании. Плюс еще мотивация, Влад, то есть если у него и у фаундерской команды остается слишком маленькая доля, то ради чего работать? Абсолютно. Это же как раз и есть обратный счет, вот это и есть мотивация. Да, то есть я видел фаундеров, которые были заточены на как это, на работу ради работы. Это, кстати, тоже для меня ред флаг. То есть если они работают ради кайфа, то с высокой вероятностью они, я видел несколько стартапов, даже которые поднимали английские деньги, но там человек сразу говорил, ребят, я хочу жить на дивиденды и дивиденды будут небольшие, но мы каждый день и прикольно. А как инвесторы выходят, он не думает, да? Нет, там просто стартап был вокруг вина, поэтому это был скорее лайфстайл стартап для инвесторов. То есть инвестор будет отгружать по ящику каждый месяц. Володь, я прошу прощения, давайте у нас Костя скажет еще, я просто прошу прощения, потому что я не могу смотреть, когда мне в чате сыпятся вопросы, я хочу, чтобы все поговорили. Оля у нас вообще сегодня не разговаривала, поэтому ни одного слова не сказала. но можно я Оле дам слово, оно соответственно, да, спасибо большое. Еще раз, ребят, давай, Оля. Значит, сейчас, значит, меня очень цепила тема с Venture Builder, Venture Builder, значит, я вот хотела узнать поподробнее про формат, то есть на самом деле я в курсе про формат, мне просто хочется про это поговорить и спросить, то есть что он дает и спросить, как кто к этому относится, вот мне очень интересно. Смотри, ну, давай так, несколько форматов Venture Builder мы видим на рынке, да, у нас формат такой, что мы под собственную идею собираем команду и у нас отдельная команда, так называемая Core команда, которая помогает и накачивает необходимыми, то, что называется, Shared Resources маленькую команду конкретного стартапа, то есть два-три человека нанимаются под конкретную идею, а рядом с ними сидит там 20-30 человек софтвер-девелоперов, маркетологов, бездевов, пиарщиков и так далее, которые накачивают ее временно, пока идет, пока идут первые продажи и валидация бизнес-модели. Соответственно, так как этих проектов, как правило, несколько, эти Shared Resources таким образом распределяются между двумя, тремя, пятью, десятью, двадцатью компаниями по сути. Соответственно, часть этих компаний еще пока не стали, не став компаниями, часть проекта, не став компаниями, умирают, часть вылупляются, уезжают и поднимают собственные деньги. Это такой формат кофаундера, то есть, когда, можно сказать, коллективный кофаундер, венчурбилдер берет значительную долю акций сразу, то есть, как правило, он берет контролирующий пакет, но он за счет этого дает огромное количество ресурсов команде фаундеров. И, что важно, команда фаундеров не голодает, а получает среднерыночную зарплату. что в российских реалиях это довольно, скажем так, многократно я видел, как молодая команда, которая получает очень маленькую зарплату, пыталась сделать стартап. К сожалению, это плохо заканчивалось, но результат был плохой. Вот, а тут как раз возникает два вопроса. Вот самый главный мой вопрос к этому формату, это по какой логике стартапы собираются внутрь. то есть Venture Builder нацелен на определенную цель, ну нацелен на определенный там результат. Вот как выбираются те стартапы, которые должны быть внутри? Мы, смотри, мы рассматриваем большое количество идей, разговариваем про эти идеи со стратегами, потенциальными покупателями либо продукта, либо будущих компаний. Вот, и мы собираем некий фидбэк. После фидбэка, если нам под конкретную идею фидбэк нравится, мы видим, что есть спрос на ту или иную услугу, мы собираем вот эту идею команду, которая делает MVP, продаем это MVP, смотрим, как идут продажи. И в дальнейшем уже, если продажи идут хорошо, команда хорошо перформит, то она начинает зарабатывать деньги и дальше растет сама по себя. А эта идея, там же несколько стартапов обычно, то есть они собираются просто в какой-то близкой тематике, ну типа вот сейчас пошел медтех, давайте дадим венчурбилдер помнить медтеху и будем там всех двигать в эту индустрию. Например, у нас венчурбилдер вокруг финтеха. Почему? Потому что у нас в значительной части команды опыт именно финтеха. Как правило, венчурбилдеры создаются вокруг какой-то вертикали или вокруг какой-то темы, которая связана с их фаундерской командой. Если у них есть опыт создания игр, то это может быть венчурбилдер по играм. Если это финтех, финтех, ну и так далее. Медтех, медтех. Я буквально сегодня разговаривал с одним венчурбилдером из Лондона, который фокусируется на SaaS. Он просто делает вертикальные стартапы в SaaS. И вот как раз последний мой вопрос к тому, о чем вы говорили. В этой ситуации фаундером все-таки больше является организатор венчурбилдера, то есть некоторым образом сам инвестор, или тот фаундер стартап, который пришел. И не происходит ли эта история с демотивацией фаундера стартапа, который приходит? Смотри, тут как раз происходит следующая история. венчурбилдер чем-то похож на историю с private equity. Если вы посмотрите, как часто работают private equity фонды, они говорят, мы вам дадим 100 миллионов долларов, вы как фаундинг команда получите 10% за это. Если вы построите хороший бизнес, то у вас будет 10 миллионов от миллиарда. Здесь примерно такая же история. Фаундер на первом этапе, на самом рисковом на этапе так называемого death value дают капитал, дают зарплату, дают ресурсы, которые необходимы для валидации идей и значительной части первых продаж. За это они получают долю рыночную зарплату. есть они могут пойти создать такой же проект с нуля, но в большинстве случаев они понимают, что они не могут. Например, российская экосистема с точки зрения венчурных фондов настолько бедная, что большинство фаундеров понимают, что им сложно будет поднять деньги сразу после ангельского раунда. прям супер сложно. Очень мало фондов. Поэтому вот система венчурбилдеров работает лучше всего именно в тех странах, где венчурная экосистема не очень развита. Либо вот вам тоже другой пример. Можете посмотреть на Саттерхилл Венчурс, которые участвуют, они сделали два IPO, две компании из их портфеля вышло. Это Snowflake и SumoLogic. В SumoLogic, когда они пришли в Саттерхилл, у них не было SEO. У них была суперская техническая команда, но не было SEO. Ребята, вот фаундер Саттерхилла стал SEO сам, два или три года был SEO, потом нанял внешнего SEO, и компания начала очень быстро расти и развиваться. Сейчас она стоит несколько миллиардов долларов. Snowflake там стоит 40 миллиардов долларов, если я правильно помню. можно же больше. Очень интересно. У Константина, по-моему, был вопрос, если можно, Костя. Я не слышно, Кость. Не слышно, нет. Кость, Кость, еще раз, ты на мьюти. Нет, что с микрофоном, мне кажется. Нет, не слышно. А мы, может быть, зачитать его вопрос? Или тут сейчас, видимо, перезагрузится. У меня тогда, я могу открыть, не слышно, Кость, прости, я могу открыть тогда еще один вопрос, который меня очень интересует, который я считаю, что нам нужно обсудить сегодня. Давайте поговорим на тему личного deal flow, который каждый из нас строит, каким образом это происходит. Понятно, что у VC есть некая структура, которая работает на то, чтобы отбирать вертикали, смотреть, анализировать, что же делать ангелу и каким образом ему, может быть, прислониться к частичному deal flow, который делает VC-фон, может быть, еще как-то. Давайте это обсудим. Мне кажется, это очень интересно. Я, например, могу про себя рассказать. У меня есть несколько, скажем так, ручейков, которые мне приносят сделки. В первую очередь, конечно, это мой бэкграунд, это то, что я делал последние 10 лет. Это хардверная часть, это те индустрии, которые меня интересуют, это гейминг, это образование и так далее. Там я, соответственно, понимаю, кто есть кто, и оттуда приходят уже новые проекты, видимо, как вот сарафанное радио. И есть, я это называю новыми перспективными направлениями, таким как финтех, там я, соответственно, участвую в том числе в синдикатах, смотрю, какие фонды на этом специализируюсь и пытаюсь с ними выстроить какие-то отношения, чтобы они меня как ангела пригласили. Ну и, соответственно, есть там вообще такие большие дальние перспективные, когда мне просто звонит, например, Володя или Игорь и еще кто-то говорит там, типа, Серега, надо идти, потому что сделка очень крутая, мне кажется, что она тебе должна понравиться. И я как бы чисто на доверие, на какой-то интуиции, на середипете, как это, по-английски, да, интуиция, значит, иду и вкладываю, соответственно, в эту сделку какие-то деньги. Вот у кого как организовано, давайте обсудим. Может, я начну, как фонд, если не... Смотрите, у меня несколько ручейков, как ты правильно сказал. Значит, ручейок номер один, это ангелы, которые инвестируют в финтех. Так как мы чаще всего заходим на следующем этапе после первого седового раунда, то мы знаем большое количество профессиональных суперангелов именно в области финтех или B2B софта, мы с ними выстраиваем отношения, чтобы быть одним из первых, кому они поведут свою компанию, когда она пойдет за следующим раундом. Это первая часть. Вторая часть, те же самые венчурные фонды, с которыми либо коинвестировали, либо хотим проинвестировать, мы с ними выстраиваем доверительные отношения, раз в несколько месяцев, раз, как правило, в квартал созваниваемся и обмениваем стилфлоу. Третья часть это акселераторы, опять-таки, мы отсматриваем, то есть у меня на этой неделе, по-моему, четыре акселератора, ну, демо дня четырех акселераторов в разных локациях, благо Zoom жизнь теперь позволяет. пятое и, наверное, одна из самых важных вещей это выстраивание личного бренда и, мне кажется, для ангелов это тоже супер важная история. Если вы как это, если вы о себе рассказываете, вы пиаритесь, так вам идут большое количество стартапов. Хороших, плохих, но, опять-таки, они повышают вашу насмотренность и это там хороший вариант для того, чтобы получать dealfall. Понятное дело, что мы с большей вероятностью, если мы говорим про вероятность, проинвестируем вместе с венчурными фондами, акселераторами или ангелами профессиональными, чем на компании, чем в компании с улицы через cold email. но при этом мы часто видим истории, что другие фонды даже через cold email бывает инвестируют. Вот, наверное, основные наши откуда мы берем dealfall. Плюс, понятное дело, у нас есть еще одна часть, это, собственно, research. Он, наверное, из двух частей. С одной стороны, мы смотрим вертикаль по индустриям, то есть, видим какие-то индустрии, которые растут быстрее всего и начинаем раскапывать их глубоко, смотреть на те компании, которые там появляются. А вторая часть research мы отслеживаем через информационные потоки, какие компании растут в наших вертикалях, появляется ли у них большее количество сотрудников, появляется ли у них большее количество посетителей на веб-сайте и же с ним, и тоже цепляемся, идем к ним разговаривать. В этом плане, кстати говоря, хочу, наверное, будет интересный факт, это один из самых лучших корпоративных венчурных фондов, Salesforce Ventures, у них есть marketplace приложений для Salesforce, и они очень хорошо видят там, как компании растут, и сразу же, как только они это видят, они сразу приходят к ним и дают деньги, если видят в этом перспективу. На самом деле, примерно такие инструменты потока используются и нами, и коллегами по цеху. Тут можно еще добавить проведение различных мероприятий, конкурсов, где участвуют, как-то презентуют, представляют себя проекты, но проблема другая, что все проекты, которые проходят, они почему-то считают, что раз они уже переговорили с инвестором, то они сразу же получат деньги. Они не понимают, что это мы, но часто не понимают, что мы выставим просто определенную воронку и хотим выбрать по каким-то своим критериям, по пониманию те или иные проекты, иногда такой поток большой, что ну просто даже надо как-то иногда приостанавливать этот процесс, как бы уменьшать, потому что ну вот именно коммуникации с различными фондами, членством в различных ассоциациях это приводит к тому, что через себя да, и то, что мы ведем бизнес открыто, мы публично говорим о наших удачах, а иногда и неудачах, это как как бы делает за себя какую-то рекламу, какую-то вокруг тебя выстраивает определенный такой момент, когда просто ежедневно вот даже мне на почту приходит порядка 50 различных проектов в день, в сутки. раз, раз, слышно сейчас? Супер, да. О, да, тогда продолжу, Дмитрий, на, то есть, тут вот, кстати, это как раз очень, ну, как говорится, на одной волне было сказано, потому что у меня похожий был вопрос и такая ремарка, классическая проблема ангелов, да, это как раз невозможность вообще тратить достаточное количество времени на так называемые due diligence, да, то есть вообще отсмотр вот этих самых проектов и выборку достойных, потому что, ну, я по себе говорю, вот у меня deal flow, мне тоже огромное количество людей пишут там каждый день, да, но у меня нету просто времени смотреть на это все, ну, физически его невозможно даже найти, то есть в этом плане, конечно же, фон выигрывает колоссально, потому что есть там два-три аналитика, допустим, которые они, плюс скауты, которые полноценно целый день занимаются due diligence, только, то есть есть инвестиционный комитет и так далее. Вот здесь скорее вопрос, который я хотел бы поднять, вот когда, вообще, вот какая польза, мне интересно как раз Влад тоже, как так говорится, pick your brain, как говорят, то есть немножко взять часть мозга, по-русски это звучит забавно, но вот понять, какую, какую пользу вообще может принести начинающий ангел, вот он говорит, у меня есть деньги, у меня есть неплохие связи, то есть у меня есть какая-то там экспертиза в каком-то рынке, неважно там, проптек, там может быть, и да, реклама, неважно, вот, и он говорит, ну у меня нет возможности вообще это дефло отсматривать, что-то мне понравилось, я готов вложить, вот мне Володя прислал проект, мне Володя нравится, я ему доверяю, все классно, но, откровенно говоря, я сам не провел достаточное количество времени, чтобы его правильно ответить, вот как вы с такими людьми работаете? Я не совсем понял, то есть ты говоришь, то есть, когда есть начинающий ангел, и он приходит ко мне и предлагает свои деньги. Хочет вместе инвестировать с вами, говорит, я пока не готов, допустим, инвестировать там в ваш фонд, но я хотел бы, за мной стоят там и синдикаты, и другие ангелы, но мне интересно было бы попробовать. Смотри, тут все сильно вариативно, но в большинстве случаев мы смотрим на его экспертизу, и если я вижу проект, который мне потенциально нравится в его области, я приду к нему советоваться. И если ему этот проект понадобится, понравится тоже, то он может вместе с нами проинвестировать. Но это всегда будет связано с его личной экспертизой. То есть я не приду к человеку по космосу обсуждать деливери доставку еды. Ну, то есть и, наверное, он тоже посмотрит на меня криво, если я к такому человеку приду. У нас есть там большинство экспертов, с которыми мы сами работаем, они сами либо ангелы, либо фаундеры, либо топы международных компаний, которые, как правило, тоже, если им самим интересно, они тоже будут готовы проинвестировать какой-то чек. Я вообще, в принципе, всем российским стартапам, если они собираются выходить на международный рынок, всем советую идти к международным компаниям, находить там ментора или адвайзера и просить у них денег за помощь на их локальном рынке. в ряде случаев я видел, что это очень сильно помогало людям, когда люди, которые, адвайзеры, которым обычно ты платишь, они готовы в хорошие продукты сами вложиться. и это для меня является тоже одним из как раз не редфлавий, а гринфлавий, когда если человек из индустрии вложился, он обладает необходимой экспертизой и, кстати говоря, тоже очень важный момент, я очень много обращаю внимание и вообще изучаю байосы инвесторские и один из больших краеугольных байосов инвесторов в том, что если ты специалист и ты там, например, работаешь в банке, то тебе крайне сложно будет инвестировать в финтеховские компании. Просто из-за того, что ты будешь считать, что банки неповоротливы, они никогда это не купят. Соответственно, если человек open-minded, что называется, у него открытое сознание и он понимает, что будучи в банке, что такой финтех потенциально может выстрелить и у него есть хороший трекшн его личных побед в той или иной индустрии, то я сразу поделюсь с таким человеком какой-то интересной сделкой и захочу послушать его мнение. Какой для тебя минимальный чек, если могу уточнить? Какие вы рассматриваете? Смотри, у нас у фонда самого чека от 250 тысяч до 2 миллионов, соответственно, с высокой вероятностью фаундеры, с которыми мы работаем, вряд ли будут брать деньги меньше чем 100 тысяч долларов. Ну, там, 50-100. Опять-таки, в ряде случаев возможен синдикат, но это скорее редко, чем частки. то есть в ангелы, ну, то есть, так как мы инвестируем на Late Seed Around A Stage, очень редко там появляются ангелы, которые могут по итогам звонка, одного звонка выписать чек, не являясь профессионалами в той или иной области с хорошим бэкграундом. Надеюсь, ответил. Да, спасибо. Илья? Жутко интересно, конечно. Илья, ты с нами еще? Да, Да. Я просто думаю, что, если говорить про ангел, делослов, который может приносить пользу синдикату, я думаю, что здесь просто, мне кажется, как бы коннекшены как вверх и вниз. То есть, там, вниз как сорсить сделки, а вверх как потенциально понимание как там стартап можно продать. То есть, например, человек работает в этом сейлс-форсе, он хорошо понимает стратегию сейлс-форса в области саас, какие тренды кинут на стартапы, и он может, если нет конфликта интересов, в определенной степени инвестировать в синдикат, который инвестирует в саас. Потому что он четко может выстроить границу, как саас, найти следующий фонд, привлечь деньги в него, а дальше следующий фонд пусть продаст от сауф-форсу. Потому что, на мой взгляд, даже когда мы обсуждаем поиск стартапов, на мой взгляд, инвесторы ранней стадии, возможно, потому что риски слишком большие, они больше думают, как бы, стартап не сдох, обычно очень мало думают о том, что с ним делать потом. Я особенно на российском рынке сплошь рядом вижу, то есть я вижу сделки знакомых, где вроде бы неплохой проект, он интересный, прикольный, но есть какие-то рынки, я не знаю, например, в России, HR-тех, например, то есть очень мало компаний, где есть там какой-то выход из него, то есть вы сделаете какую-то прикольную штуку для HR-ов, наверное, она может продаваться, но там, будет, хитхантер, там мало покупает стартапов, вырасти в мега-большой бизнес, ну, допустим, пока, да, вот сейчас, вот, и вырасти в мега-большой бизнес сложно, то, как сделать этот выход, не очень понятно, мне кажется, часть денег ангелов, они как бы намертво оседаются вот в таких стартапах, и человек, который понимает, как работает он быстрее, как сделать выход, он, мне кажется, мог быть полезен и синдикату, и стартапам, как ангел, с одной стороны, с другой стороны, мне кажется, помимо того, что у тебя должна быть доменная экспертиза в отцепке стартапов, мне кажется, синдикату были полезны люди с профессиональным нитворком, ну, если я, например, стараюсь там, на там, в узкой сфере, там, мартех и главных технологий общаться с разными людьми, которые потенциально могли бы сделать стартап, и, возможно, если они сделают стартап, они как-то вспомнят про меня и со мной там первым пообщаются по своей идее, что я там что-то понимаю, и, как бы, зная индустрию, я могу, как бы, привлечь в стартап в синдикат потенциальные сделки из людей тоже в собственном какой-то индустрии, то есть разница, если вы там работали, да, в России в Яндексе в отделе рекламных технологий и делать какую-то рекламную штуку с опытом, другое дело, вы там студент или просто такой человек без бэкграунда, который просто что-то подумал по рекламе, а что бы там не сделать, у вас шансы на успех будут принципиально разные. Ну и, мне кажется, еще одна, как бы, история, которая может работать, это человек, который служит там посредником между, не посредником, а таким связующим между фондами разных стадий, то есть, вот, если говорить, там, с вопросом про deal flow, бывает такая ситуация, по крайней мере, несколько раз было, что мне там знакомые с фондом рекомендовали какой-то проект, просто потому, что они инвестируют, не знаю, там, от 100 тысяч долларов или от 200 тысяч долларов выручки, да, а проект сейчас, как бы, хороший, но зарабатывает 25 тысяч долларов в месяц, и при этом, как бы, постфонд не имеет либо мандата, ну, или не вписывается в их стратегию такой проект, но они видят его перспективным, как бы, могут посоветовать хорошему ангелу, в надежде на то, что стимует проект расцветет, дорастет до их размера, а они потом с радостью его доложат, что и шай – это проблема следующего шага финансирования, а тебе как эксперт удается делфлоу, поэтому я бы на месте ангела профиль на вашей области выстраивал бы взаимоотношения с фондами, которые там все делают. Ну, а другая, мне кажется, история, что вы выстраиваетесь непрофильными фондами, то есть, вот, дружите с Владом, например, он вам посоветует B2C-проекты, которые кажутся прикольными, но в которые нет мандата и желания вкладывать самому. Да, да. То есть, ну, тут всегда вопрос фокуса. То есть, кстати говоря, на мой взгляд, одна из вещей, которая часто мешает ангелу хорошо заработать, это отсутствие фокуса, когда он слишком распыленный по индустриям. я как раз хотел Владу спросить, как вот вы боитесь с соблазном, то есть, я понимаю, что это мандат фонда, но наверняка ты видишь какие-то клевые идеи, которые не относятся к области компетенции, но ты любишь фаундеры, команду, может быть, инвестируешь в них свои деньги. Но наверняка, особенно, какие-то соблазны приходят не каждый день, а каждый второй день. Как ты с этим преодолеваешь? Мне кажется, многие ангелы не могут выдержать дисциплину такую. Ну, слушай, во-первых, а, это дисциплина, 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 вот, это, ну, то есть, ничего нового, да, то есть, именно тут как раз за счет того, что у нас инвесткомитет состоит из нескольких человек, кто-то точно вспомнит о том, что у нас есть фокус, и кто-то схватит за руку. Но при этом, надо сказать, что, в принципе, у большинства фондов, у них там примерно как раз 5-10% фонда как раз локируются на crazy истории, такие moonshot истории. То есть, если вы посмотрите там на инвесторов какого-нибудь волокоптера, то вы увидите, что там у волокоптера первая выручка будет в 25-м году, каждый год компания привлекает деньги и market cap растет. Для большинства фондов это такой moonshot, который если случится, он может отбить фонд, но если оно может и не случится, в любом случае это скорее такие crazy идеи. время от времени мы на такие смотрим и самое сложное как раз ударить себя вовремя по рукам и сказать подождите, подождите, это вне фокуса и очень ну это действительно сложно. Особенно если действительно хорошая команда, хороший продукт хорошо летит. Никогда не было таких моментов, что ты вот сам как партнер приходишь в фонд там на ваш комитет и говоришь, ребят, фокуса с фокусом, что хорошо, но вот это же супер типа ракета, все у них летит. Может быть там какие-то исключения из этого правила, нет? Любые правила созданы для того, чтобы сделать исключения. У нас плавно внутри мы финтех, B2B софт, но у нас есть проект в эти техи. Directed Consumer. Есть. Ну то есть такое бывает, но это скорее самое главное для нас это сделать это исключением а не правилом. А есть пример каких-то проектов, которые пришли с холодным письмом, с холодным вампом? Ну то есть когда вы получили не от твоих ангелов, не от скаутов, а просто вот человек пришел, рассказал, что он такой классный являетесь петь, поверили в него. Ну смотри, у меня например вчера написал топ немецкого стартапа. Он два месяца назад ушел из этого стартапа и начал пилить новый продукт. Для фонда это супер рано, но исходя из его профайла я понимаю, что он может выйти очень хорошую компанию потенциально построить. Мне для фонда это не подойдет. Но ангелам почему нет? Соответственно вот историй когда мы бы проинвестировали в холодную пока не было. Большая часть 100% из наших инвестиций они сделаны в теплое. Нам кто-то их привел. Или мы пришли к ним сами. Как раз через маркетерсель. Вот меня давно волнует такой вопрос. Вот смотрите, как инвестора не спросишь, к нему стартап кто-то когда-то откуда-то привел. Откуда берутся изначально те стартапы? Ну то есть эта цепочка должна где-то заканчиваться, понимаете? Ну то есть каждому инвестору стартап откуда-то кто-то приводит. Вот где в начале, где она начинается эта цепочка? Когда стартап входит в этот нетворк, где дальше его уже все друг другу приводят? Наверное, с нетворка фаундера. То есть фаундер сначала ищет ангелов. И потом если вам понравился ангелам, ангелы уже начинают водить по фондам? Или фаундер сам знает фонды и выводит их по фондам? Ты имеешь в виду, что где-то он все-таки заходит в холодную? Фаундер? Да. Большинство фаундеров скажем так лучшие фаундеры это бывшие интерпренеры. То есть те, которые либо были уже в большой компании, либо они были в стартапе, работали. Соответственно в том или ином виде чаще всего они уже пересекались как-либо с фондами или с ангелами. То есть и поэтому все фаундеры, которых я знаю, всегда начинают сначала со знакомых. И дальше, знаешь, как правило, там 3-4-5 рукопожатий. Если ты хороший человек с хорошим продуктом, то тебя будут водить по друзьям, товарищам, друзьям друзей и так далее. То есть у тебя в любом случае для как это сказать это нетворк-эффект твоего как это, твоих связей вокруг тебя. Ну то есть это, собственно, еще раз про то, что хватит заниматься фигней и рассылать письма в холодную. Идите и найдите кого-нибудь, кто вас приведет. Ну это опять-таки мы открыты письмам в холодную. Я много-много раз уже многократно слушал питчи компаний, которые в холодную ко мне пришли, но качество холодных компаний, как правило, в несколько раз ниже, чем качество теплых компаний. Ну это так просто получается. Это не факт, что завтра ко мне не придет новый Марк Цукерберг и не напишет мне в e-mail или не постучится мне в лентине. Вообще в легкую может быть. Но в моменте это так. Тоже важный момент, кстати говоря, для ангелов и иметь понимание, что пивоты возможны и одна из важных вещей, которая, например, только что Твилио купил компанию сегмент за 3 миллиарда долларов. Сегмент занимается такой API для данных пользователей. Изначально, когда они поднимали первый раунд, это была компания для слежения, по-моему, за учителями. Соответственно, они сделали пивот и из маленькой компании превратили в 3-х миллиардах. Друзья, я прошу прощения, у нас еще все-таки мы не закончили тему, у нас еще Володь не выступил, Дмитрий, по поводу делфлоу, все-таки где мы берем очень крутые сделки и хотя бы пару примеров привести. Смотрите, да, Влад сказал, что очень много, это многофакторная такая модель и надо же, наверное, понимать каждому ангельскому инвестору понимать, где он сейчас в данный момент находится. Значит, он может быть, не знаю, корпоративным экзеком, каким-то топ-менеджером, который получает хорошие какие-то деньги и как сайт-хэссел у него как бы хобби, он инвестирует. Другая ситуация, и Влад это обозначил как супер-ангел, то есть это, в общем-то, профессиональный ангел, который как микро-вси. У него там свой стаф, аналитики и, наверное, тоже какой-то большой капитал. Это может быть, человек, который получил бонусы и как бы, знаете, как так, ретайр, член совета директоров и так далее. Значит, если брать конкретно меня, то я начал, скажем, очень с маленьких каких-то чеков и другого решения как синдикат, если честно, нету, да, потому что Алексей Александров у нас вел там стрим, по-моему, неделю-две назад, он говорил, что на AngelList минимальный чек это 1000 долларов. Это то, что я мог себе позволить, так сказать, разложить, так сказать, по 20-30 сделкам. И смотрите, когда вы это делаете, ты же не просто пассивно куда-то там перечисляете 1000 долларов, нет, ты, в общем, ты читаешь инвестиционные мемы, ты погружаешься, ты делаешь какой-то свой ресерч, ты обучаешься на этом процессе, да, вот. Потом можно увеличить размер чека, например, сделать 5000 долларов, потом, если вам супер нравится какая-то сделка, можно вложить и 10 тысяч долларов, да, конечно, таких сделок ты будешь делать уже дискретно меньше, но если брать синдикацию, то я бы не согласился, вот там, по-моему, может быть, с Ильей или кто-то сказал, а, синдикация, это как-то что-то несерьезное, да, на самом деле, если взять и глубоко взглянуть, то, вот я сейчас просто посмотрел на свой портфель, на AngelList, он очень интересно делится, seed стадия, на seed, это 20, там, 30 процентов, на раунд А тоже 30 процентов, и раунд Б, это 20 процентов, то есть, понимаете, ну, там и раунд С и выше, то есть, поздние раунды, вы тоже можете войти на поздних раунд, на поздних раундах, через индикацию, это очень важно, потому что на поздних раундах, как уже мы сказали, существенное derisking происходит, то есть, процент стартапов, которые выживают после раунда С, он, в общем-то, достаточно большой, да, иксы уменьшаются, но, может быть, пожертвовать вот этой супер доходностью, ради снижения смертности, вот я, например, для себя такую стратегию выбрал, потом, опять же, специализация самого ангельского инвестора, значит, в рамках синдикации, пожалуйста, там гигантская воронка на Angelis, если вы подпишетесь на 20 синдикатов, приходят там, не знаю, 2-3 сделки в день, одно deal memo, это там, 10 страниц, то есть, берите, инвестируйте только в enterprise software, мне, например, ближе enterprise software, да, и там, какие-то collaboration tools, потому что, ну, я занимался этим каким-то образом в течение последних 20 лет, да, какие-то legal tech проекты, опять же, это синдикация, теперь outbound, вот я, например, залез недавно на, на, значит, Alchemist, акселератор Alchemist, у них недавно был бэдж 10 стартапов, никакие не 200, как там в Y-комбинаторе, я, кстати, с трудом понимаю, как вообще комбинатор работает с бэджем в 200 стартапов, это что-то, ну, какая-то такая, коммодизация, так вот, я там нашел стартап 7th AI, я вам всем его прислал, да, legal tech стартап, люди делают платформы типа карты, но для интеллектуальной собственности, я написал в Alchemist, уже через день меня свели с фаундером, и вчера был двухчасовой разговор с фаундером, фаундером мне очень понравился, теперь я буду как бы думать, мы коллективно будем решать, вот вам пример outbound, вот как-то так, то есть синдикация такая грамотная, то есть такая вдумчивая синдикация, не просто вот берешь все сделки подряд, ты там какой-то spray and pray approach, нет, 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 а вот именно в рамках индикации, может быть, две сделки в месяц, после глубокого рассмотрения, я вам так скажу, на синдикациях в Alchemist бывают супер сделки, например, один месяц назад была сделка по карте, карта, это вообще абсолютно офигеннейший стартап, стоит уже выше миллиарда долларов, и вопрос, а стоит ли инвестировать в стартап, который уже стоит, ну там, миллиард долларов, да, ответ да, стоит, потому что карта может стоить 10 и 20 миллиардов долларов, если пойдет вот это их private secondary с платформа, то есть по поводу Сергея, Сергей, по поводу доступа к сделкам, у меня нету такого доступа к сделкам, чтобы получить доступ к позднему раунду карты, это абсолютно немыслимо, да, поэтому да, надо погружаться в эту синдикацию, на Angelus Funders Club, как раз таки получая доступ к этим, ну, хорошим поздним сделкам, и вот теперь уже, смотрите, прошел год-два, и ты инвестируешь через синдикацию, маленькие чеки, иногда маленькие чеки direct, ну там может быть 20 тысяч, 25 тысяч, и вот после трех лет, тогда ты сделал 100 сделок, появляется та самая насмотренность, о которой говорил Лат, и вот я думаю, что тогда можно уже пойти в более рискованную область и уже заниматься инвестициями в direct, то есть реально искать стартапы, реально искать где-то там в crunchbase, там на демо днях и так далее, вот у меня приблизительно вот так вот, я сумбурно, может быть, описал стратегию, ну это то же самое, с чего мы начали, да, получается, то, что PayPal стоил миллиард, а сейчас он стоит 400, и ты фактически в карту тоже зашел по миллиарду, она может стоить тоже там, ну это, смотри, классический пример был Uber, да, вот Фабрис Гринда из FGLabs, когда вот ему брали интервью, он говорит, скажите, а какая ваша самая неудачная сделка, он говорит, вы знаете, вы будете удивлены, но самая моя неудачная сделка была Uber, а в чем была ее неудачность, то, что я вышел слишком рано, я вышел на секондарис, на когда Uber стоил миллиард долларов, а на IPO, соответственно, Uber стоил, ну по-моему, около 50 с чем, и, ну, с PayPal, наверное, другой пример, потому что после продажи PayPal, там уже eBay, уже никто не мог туда зайти, да, то есть PayPal вырос в своей стоимости, будучи корпоративным дочерней компанией, и он просто рос, потому что рынок рос, гигантский рынок интернет платежей, но вы задайте себе другой вопрос, при действующем PayPal стоимостью 400 миллиардов, почему-то возник Stripe, который стоит уже 35 миллиардов, то есть даже на вот таком вот очень оверкрауде в рынке интернет платежей, все равно возникают стартапы в такой же вертикали, и все равно очень быстро растут. Володь, я могу часами разговаривать про интернет платежи, и как это, что Stripe может стоить триллион, точно так же, как и Square и PayPal, каждый из них может стоить по триллиону долларов, это действительно факт. Могу только единственное, что сказать по поводу общей секондарис, есть несколько отдельных площадок с чеком от 10 тысяч долларов, например, одна из таких это Forge в Штатах, там, где вы можете купить секондари с вот этих Unicorn. Многие из них вырастут, какие-то умрут. Я видел, например, мой товарищ один советовал со мной по одному Unicorn, хотел через Forge как раз проинвестировать, ему повезло, сделка не закрылась. Через неделю после того, как эта сделка не закрылась, выяснилось, что у них был фрод, и выручка была в 10 раз завышена. Соответственно, компании пришлось вернуть деньги своим инвесторам, ну и так далее, и тому подобное. Но бывают случаи, когда можно заработать очень неплохие иксы на late stage компании, которая стоит там 500 миллиардов долларов, 3 миллиарда долларов. Они все равно, некоторые из них могут стоить и там 30, 20, 50, 100. Ну то есть, если суммировать, Влад, то я сторонник портфолио-теори, но знаешь, вот это портфолио-теори по разным как бы измерениям, что ли, да, то есть первые измерения, это разные стадии, да, то есть seed, round A и поздней стадии. Теперь, поздние стадии, это если кто-то аллокацию выставляет на синдикат, либо секондерис, который ты можешь купить через Forge или Equity Zen. Пожалуйста, я недавно видел на Equity Zen, если ты помнишь, была, ну, Инстакарт все знают, и там был раунд с Андрисом Хоровиц по оценке, по-моему, 13 или 14 миллиардов, вот буквально в июле, да, а вот я помню, в апреле было какой-то секондерис по оценке 7 миллиардов, я так подумал, ой, 7 миллиардов, что там вкладывать? 7 миллиардов, куда она там вырастет с 7 миллиардов? А тут бабах, два месяца прошло, а она уже 14 миллиардов. Поэтому, да, надо, то есть, вот еще дополнительный маленький кусочек вот этого пай-чарта, это еще и секондерис. Кстати, по поводу секондерис, Павел Черкашин очень специализируется в этом вопросе, недавно он там в другом стриме очень так красиво и хорошо так разговаривал по секондерису. Тоже, тоже на стартап-котика как раз, да, был стрим. Да, но это Angel Talks у этого, у Беляева, да. Друзья, мы реально разговариваем уже больше полутора часов. У меня вот, на самом деле, есть еще... Но эта тема очень-очень интересная, поэтому... У меня есть еще один вопрос такой всем наподумать или, может быть, как-то пообсудить. Влад сказал, что он импакт-инвестор, да, и вот давайте немножко поговорим. Это такое непонятное слово для многих. Что такое все-таки импакт? В чем оно, так сказать, вообще, ну, то есть, что это такое? Потому что такое ощущение, что, как вот 10 лет назад говорили там бизнес-ангелы, вот теперь все говорят мы импакт-инвесторы. Это кто такие? Влад, можешь рассказать немножко? Очень интересно. И на этом, я думаю, что мы потихонечку начнем завершать наше... Еще час-два, да, где-то? Ну, я, Сергей, сложно, давай так, сложно сказать, что такое social impact-инвесторы. У каждого человека свое определение social impact-инвесторы, потому что для кого-то это помочь перевести бабушку через переход, а для кого-то это там построить спутниковую сеть для доступа в интернет, как Эллен Маск. У меня понимание такое, что и во что я, скажем так, инвестирую как ангел. Давайте могу просто рассказать про несколько своих стартапов, и может быть, станет чуть понятней. зиплайн доставляет кровь в те места, куда на машине не доехать или доехать за несколько часов. Он реально спасает жизни. Это технологическая компания, которая будет стоить, на мой взгляд, несколько десятков миллиардов долларов, может быть, больше, может быть, меньше, которая спасает жизни. У меня есть инвестиция в приложение для ментального здоровья, то есть она помогает людям пережить кризис, то есть она во время ковида из-за самоизоляции у огромного количества людей нервные срывы просто из-за того, что они не привыкли находиться в такое количество времени в закрытом пространстве. Эта штука тоже там своеобразным образом спасает жизни. У меня есть инвестиция в компанию, которая поставляет данные для ассет-менеджеров по ESG. Для чего это нужно? все больше и больше количество инвесторов в публичные активы хотят инвестировать только в правильные зеленые и незеленые компании, которые делают правильные вещи в соответствии с SDG задачами, придуманными по-моему, ООН. Но оказалось, что данных от самих публичных компаний минимум. И вот эти ребята как раз находят эти данные, систематизируют и продают их ассет-менеджерам. Таким образом, чтобы количество инвестиций в SDG правильные компании было все больше и больше. То есть, с одной стороны, мы говорим про зеленые технологии, с другой стороны, мы говорим про компании, которые занимаются financial inclusion. То есть, те компании, которые дают доступ к капиталу для самых беднейших слоев населения или которые дают доступ женщинам в больше работы. То есть, тому подобное. Вот. Я сейчас очень сильно интересуюсь технологиями, связанными с то, что называется Silver Age поколением. То есть, все больше и больше количества людей им за 60 лет. они часто не понимают ничего в технологиях, но при этом им как-то нужно жить и как-то получать зарплату, работать и быть включенными в общество. Буквально сегодня разговаривал с одними ребятами, которые сделали GDPR compliant мессенджер для домов престарелых. Оказалось, что вроде как все хотят общаться в WhatsApp, но это запрещено законом. И, соответственно, пример такого проекта. Это, на мой взгляд, тоже такой social impact, когда с людьми, которые не могут говорить, их родственники поддерживают связь через их медбратов, медсестер. Есть, если можно, в эту же тему, есть такой американский стартап, называется мамава, вот прям мамава через ви. И, значит, оказывается, что молодые мамы, когда маленький ребенок, они иногда не могут ребенка оставить дома, потому что не с кем оставить, поэтому они берут его с собой, в магазин, например, в Walmart, с коляской, а дальше ребенка надо кормить грудью. Соответственно, в Америке получилось так, что вообще негде ребенка кормить грудью, получается, что они кормили детей маленьких в туалетах, там еще где-то, получается, что нету, не было dedicated space, чтобы кормящим матерям кормить грудных детей, поэтому, что делает мама? Она делает вот такой бокс, и она ставит эти боксы в аэропортах, там еще в каких-то общественных заведениях, и, собственно, там все оборудовано для того, чтобы кормящая мать могла туда зайти, естественно, она управляется апкой через айфон, значит, ты открываешь вот этот вот бокс апкой, а там все чисто, стерильно и так далее, и дальше там прям оборудование и так далее, вот, я проинвестировал в этот стартап два года назад, когда у них там была очень маленькая выручка, вот сейчас я очень доволен, ну, собственно, вот я как бы social impact, да, и вот теперь у них контракт с Walmart, вот этих юнитов, то есть у них сейчас будет выручка 100 миллионов долларов, а когда я инвестировал, было 5 миллионов долларов в год, вот похвастаться хотел пример impact investment. Вот, то есть impact это очень такая разнообразная история, но, как я сказал, для каждого она своя. Так, я чувствую, что пора заканчивать, иначе мы еще сейчас на час уйдем. Илья, Дмитрий, Ольга, если вы что-то скажете, будет вообще замечательно, потому что я, жутко, так сказать, веду стрим, не могу никому выдать нормальное слово, вот, и все прохупал, но вообще все отлично вообще, просто как будто лет 10, да. Мне кажется, это каждый, кто у нас ведет стрим, начинает в конце говорить примерно одни и те же слова. Стыдно, стыдно становится мне, стыдно. Все отлично, тема вообще просто ураган сегодня. тогда, если вопросов у нас больше нету и нечего добавить, может быть, Илья еще смотрю, пристально все-таки смотрит. Сергей, можно маленький вброс сделать, совсем на 3 минуты. Смотрите, есть люди, которые говорят, слушайте, я очень хочу инвестировать, но денег нет от слова вообще. Ну, реально, нет свободного кэша, но что делать? Не, ну, подожди, может быть, состоятельный человек, просто нет свободной ликвидности, что делать? Я предлагаю, как вот решение, заниматься просто помощью стартапам, как адвайзер, и получать адвайзер с эквити. То есть, ничто не мешает фаундерам, если вы реально value-add смарт-инвестор, вы помогаете фаундерам в рамках своей специализации. Вы можете даже сидеть у них в офисе, тупо работать, ну, то есть, что-то делать, да, там, если, например, Ольга, какой-нибудь там супер-сейлс, маркетинг, ну, пожалуйста, помогай фаундерам по маркетингу по enterprise sales, да, но опять же, это может не совмещать с вашим основным местом работы, если вы seller-employee, но как вариант вы можете это рассмотреть, а дальше он вас просто включает в опционный пул, дает вам, ну, например, 0,5% от equity компании, ну, один year cliff и какой-то вестинг, ну, там, два года, ну, собственно, стандартно, да, вы с ним подписываете договоры, дальше вы просто работаете, вкалываете, а дальше, it's bloody work, if you work hard, то есть, если вы работаете, я не могу себе представить ситуацию, когда хорошие, качественные фаундеры вас могут кинуть и лишить вас акций, вот, просто такая идея, такой, как бы, предложение. Я с этим, я с этим, посмотрел первый выпуск стартапа гаража, и как раз мы обсуждали эту тему, как инвестировать без денег. Да, да, это был первый, первый наш. И у меня очень много есть, там, различных моментов в бизнес-литературе, где я говорю, что ваши контакты и время, это часто замена денег. Я бы здесь еще добавила, что вообще по-хорошему каждому стартапу, ну, который не дошел еще до стадия, до этого уровня, да, надо бы подумать про адвайзера. Вообще, у нормального стартапа должны быть адвайзеры в той сфере там или там в тех направлениях, в которых он идет. Это хорошее факт. Адвайзеры и лучше на тех рынках, на которые они идут. Это правда, да. Это хорошее факт. У вас этого нет, но возникает вопрос, как бы, о чем вы сидите, спрашиваете. Смотри, и даже на раунде B есть адвайзеры бор, то есть это не только на сид стадии, а даже после венчурных раундов, когда они идут, и там они уже включают их в equity pool и так далее. Ну, адвайзеры бор другая история, но она большая. Но фундаментально я полностью с вами. То есть вообще, как это, на любой стадии, если фаундер видит суперэксперта в своей индустрии, в той, в которой он строит компанию, которая может открывать ему двери, и лучше, чтобы это был то, что называется grey hair человек с большим опытом. Надо, или without hair, в зависимости от прически. соответственно, нам нужно пытаться завлечь его и дать ему equity. Огонь. Я прям уже чувствую, что у нас еще одна тема открывается впереди. Значит, адвайзеры бор. Давайте прокинем, что у нас будет на следующий стрим и заканчиваем. Володь, Оль, скажите, какая тема у нас на следующий стрим и когда он будет? Так, тут это ко мне вопрос. А следующий стрим у нас Игорь Калошин, это следующую среду. Вот, и красные флаги или когда инвестор пропускает делку, плохой каптейбл, вот этот вопрос мы собираемся обсудить очень глубоко. Отрицательные референции, некорректная информация в пиче, какая конкретно. То есть, собственно, как выбирать стартап, когда он у него смотрит? Это будет очень интересный стрим, он будет, я так понимаю, в следующую среду, поэтому не пропустите. Всем спасибо большое. Влад, тебе отдельное спасибо за то, что ты присоединился к нам. Мы надеемся тебя увидеть в нашем сообществе и как постоянный, так сказать, член. Мы тебя приглашаем. Значит, присоединяйся. Спасибо, были интересные вопросы. Был рад воспользоваться случаем и прийти пообщаться с ангелами. Супер, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, Сергей. Сергей, спасибо. И всем спасибо, конечно. Пока. Увидимся. Всем пока.